Вот мы приволокли сейчас к Симаковскому пруду, который называется Костровый. Ну вот у нас рядом тут костер. Еще тут не знают начальство запретить яму засыпать. То есть я уже не знаю, где его безумие кончается. Безбожники росли. Новое блудное поколение. Ни святости, не целомудрия, ничего не понимают. Это провела опрос. Давай с молитвой. Пошел. Три тысячи студентов пять лет опрашивала сто групп. Понятия целомудрия никакого. Вообще. Цепенникова. Мне кажется Павловна. У меня здесь и мракоязычество написано. Всего как бы крещеных 99. Получается на 300 человек моченых крещеных, лже крещеных, только один что-то знает, приходит в храм. Один. То есть 0,3 процента. А остальные 99,6 брак. Это делают священники попы. Это делают судьи сегодня. Как говорит, вечерние волки Сафония пишет. Лет за 600 до Христа еще это было. Лживые. Не лжесвидетельствуй. Как тройки расстреливали подряд всех. Вавилова за что расстреляли. Да кроме Вавилова то еще 100 миллионов. Вот здесь в ребенка заложився. Я этим и занимался 45 лет. И вдруг сейчас на меня наседает прокуратура Мамонтовская. Вот. Прокурор. Фамилия хорошая Королев Максим Васильевич. Прошу о нем молиться, чтобы Господь открыл ему истину евангельскую. Чтобы душа его не погибла. Чтобы он веровал во Христа Иисуса. По совести был. А не разрушал. Вот наше строение тут угрожает. И страшно сказать, что ждет такого человека, кто не раскается. Тут тысячи молитв. И сейчас молятся сколько люди. А я не боюсь. Ежов тоже не боялся. Берия не боялся. Ягода не боялся. Щелоков не боялся. Пуга не боялся. Это я говорю главы МВД. Все пошли к стенке. Тут была рыба, отец говорит. Ведро там. 15 ведерные. Карася. Заложь, а хвост наружу. 15 килограммовый литровый. Вот такая жара. И я с Володей тоже сцепляюсь. Иду. Махать уже не стал. Сколько? 60. 60? Да. На, держи. Я пойду здесь. У меня трясется. Рукавицы такие. Пошли дальше. Вот так надо замерить. О, что-то он весь мутный какой-то. Вот здесь вот. Это слив у нас. Там вода туда потекает. Надо ее вот так-то закрепить. Смотри, как я перехожу. Она вот так. Брусокка под ногами такой ненастоящий. Не, вот где составится? Не составится никогда. Так и может устариться. Вода течет. Ежедневно утекает. Тут надо прийти, заслон сделать. А оно под низ течет. Склить. Глокомониться и досками придавить. Так, что я пошел-то? Не знаю. Там у нас один, два, три, четыре. Вот оно, я уже знаю сколько. Пять, вот это шесть. Пошли. Слемь. Вот тоже здесь садились. Брат Никита, я, Виталий, Калиников. Вот такие получилась небольшая роща. Близко к воде. Покажи, какие колышки. Покажи, как будем, Паши. Нигде так не разрослись, они прямо к воде. Да. Вот они видно, что отпилены. Это все. Вот так красиво в тенечек. Главное, чтобы коровы здесь не ходили, а то они тут сразу наведут беспорядок. Все деревья переломают. Покажи, какая тетка тут. Да, видно. Иди-ка ты вовозь туда, тридцать. Вот так вот она стоит. Один метр туда. Тридцать один. Не перелазит туда повисную. Прям туда в угол забей. Вот тридцать один, где она уперлась. Тридцать один. Вот к ней. Вот так. С Богом. Не повисли только. Давай. Тридцать один поставь. Тридцать два. Тридцать три. Прямо иди. Сколько? Когда начались репрессии. Тридцать семь. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Тридцать семь. Тридцать семь не надо. Цифра нехорошая оказалась. Ежовшина. Ну залазь туда. Тридцать шесть и тут сколько было? Шестнадцать? Этали сколько? Шестьдесят? Шестьдесят. Тридцать шесть и шестьдесят. На-ка подержи. Я запишу. Лог. Покажи какой. Объясни происхождение. А как я его объясню? Ну и потоп. Ой-ой-ой. Комаров этих рыжих. Тучи целые. Гудят. Главное, хоть сетки одели. Слава Богу. Всё, дружок. Можешь выключать на этом. Ага. Слава Богу. Я в один день только поймал один раз. Семьдесят штук. Семьдесят штук. Представь себе. И всех ободрать надо. Высушить и сдать. На велосипед. Три копейки шкурка. Второй сорт. Пять и шесть десятых. А первый сорт. Шесть копеек. А крысота дороже. Восемь копеек. Сусиков надо было восемь штук. Чтоб трудодень был. А крыс только четыре. Но она катает клейкой. Липкой. Не любил я её. Здесь озеро пока дойдём. Пошли. Конечно, если бы здорово было, ты отбежал вокруг. С той стороны крыс. Показал. Костёр. Захватил. И там вышел. А я потихоньку перебазирую сюда. А что тут рассказывать? Тут нечего рассказывать. Вот цветочки всякие растут. Запах говна коровьего. Аж. Что-то тут так сильно пахнет. Почему-то. Да, если будет тут меньше воды, так он зарастет. Вот тогда видно, что водоросли поднялись уже к воде все. Надо, чтоб уровень воды поднимался. А вон и идёт. И началась. Он перелазит сейчас через слив. Сыνα и вода был готов. Что-то, когда происходит, если он оставят водоросли и он потерял, уже не зеленый, его углубить бы, не мешало бы. Дай-ка Бог, чтобы нашелся, чтобы это поможет достать. Трава высокая, густая, дашь Бог, братья накосят, если бы дожди не помешали еще, когда будет кашель, если бы она высохла, то сено могли смотать в рулоны. С Божьей помощью на зиму будет обеспечено сено. Можно нашу скотину держать уже спокойно, перевалечивать ее. Она идет на той стороне. Я на уровне груди державая, метр шестьдесят четыре. Здесь клубничка, вон, цветочки видно. Тьма просто недовглядная. Тут тоже много клубники, вон, в крови видно цветочки. Комарки, вон, 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 вон. Конечно, если высокая трава комаров много, то ничего не сделаешь. Уже целые поляны. Детишки любят это. Да и не только детишки, взрослые тоже любят. Я уже говорил в другом ролике, у нас там, я на Урале жил, так у нас клубника, ну, тоже была, конечно, на буграх, но только не было изобилия. У нас там, раз в сосновый лес, рядом там. Заменика, черника, там костинника, брусника. За клюквой это на болотистые места надо идти. У нас там далеко было от деревни, наверное, тоже было. Здесь вот у нас, когда лагерь был еще, я приехал первый раз в 2006 году, вот, здесь написано, территория деревни, уже выцветать начинает, стрелять запрещается, написано. И мы с ребятишками ходили вот от лагеря, вон дети, туалеты, крыши торчат. И ходили сюда за водой. Сейчас, сейчас, тут у нас колодец. Сейчас уже несколько лет ими вообще не пользуемся. Даже неизвестно, что там с ним. Может уже замок заржавел, не откроешь. Солнце парит не по-детски. Это у нас туалет. У нас в случае, если когда будем на костре, как говорится, была возможность куда сходить. Вот это мы с Иначе начинку делали его. Вон, пожар, пожар, вон там. Что-то горит вон, кто-то что-то зажег. А кто-то что зажег, непонятно. А здесь у нас костер. Виде вам. Тут мы господа славим, приходим в пятницу. Но это надо, чтобы было 12 ребятишек. Конечно, все заросло. Опять надо прикладывать руки. Это хворост лежит для костра. Это, чтобы разжечь пульки. Даже не узнаешь. А потом тут набежим толпой. Все это вычистим, даст Бог. И будем Господа славить здесь вечерами. О! 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 Солдается. О! 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 forder. Мир devemos вступит. О! В BrookhANG's. Я хотел в лагерь, вчера мы были, не пойдем, я страшно устал. Да я тоже упарился. Пойдем, сейчас зайдем ко мне, все скачаю у тебя, ты в это время сбегаешь, принесешь в Березовке. А вот данные тебе почки, ты скажи, что вы в холодильник положили, в обед я приду, буду учить, как правильно вместе варить. Ну все на этом, давай поблагодарим Бога. Мы сегодня с тобой, сейчас 12 часов, а вышли мы, было меньше 8 по-моему. За четыре с половиной часа примерно мы это все сделали, 7 прудов обошли, замерили. Солнышко жарит нас. Господи, слава тебе. Господи, хвала тебе. Все, что мы здесь сделали во славу Твоего имени Твоего, прими Господи, сохрани и защити. Будь милостив к нам и украти неистовство враждующих против нас. Этому Максиму, прокурору, положи на сердце искать святости в тебе, в Евангелии, поступать по совести. Дай ему божественное откровение, чтобы он не прикасался к труду детей, дабы сохранить его, Господи. Не дай ему погибнуть, сжалься над ним, чтобы это обольщение властью покинуло его. Благослови правителей, сохрани их от покушения на них. И всем и патриарху дару и духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благодарю тебе, Господи, здесь прошло мое детство и юность. Воздай в вечности тем, кто основал это поселение, кто делал эти первые пруды. Ты знаешь их всех в вечности. Услыши молитвы святых, и ты, моя Божья Матерь, ангелы святые. Заступитесь за нас и усмиритесь в сердце этого Максима. Не дайте ему сотворить зло, дабы он не погиб. Хвала тебе, Господи, за все во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Богу за все.